Медиагруппа «Авангард» представляет Я приглашаю на эту сцену для первого доклада Сергея Терехова из компании BS Platformix с докладом на тему «Как подружить сок с ASUTP». Встречаем, Сергея. Итак, мой сегодня доклад на тему «Как подружить сок с ASUTP». И почему это важно, и почему хотелось бы поднять этот вопрос, потому что по факту, причем не только в России, но и в принципе по всему миру, это на удивление является не самой простой задачей. Вот здесь, так как у нас сессия называется «Тренды», я там, где это актуально, буду вставлять некие исследования. По сути, автор исследования один – это статистика SANS, которая собиралась совместно с различными профильными компаниями, в том числе Dragos, в том числе Cisco. Тем не менее, вот вопрос в зал, поднимите, пожалуйста, руки, у кого либо сок свой дружит с ASUTP, то есть интегрирован каким-то образом, либо вы знаете вообще в принципе такие ситуации в России. К сожалению, прожектор светит в лицо, но рук вроде немного. Смотрите, есть какое исследование, интересно. Ну, понятно, что всегда есть куча проблем в этой истории, и на Западе, ну, в Америке, мы там во многих с точки зрения best practices на нее ориентируемся. Здесь единый сок, который покрывает ASUTP, это порядка 55% большинство. Дальше есть 30% – это выделенный сок ASUTP со своими специалистами. 25% передан на аутсорсинг. В России, наверное, это вообще, ну, маловозможная ситуация в принципе, но, по крайней мере, я себе ее на текущий момент тяжело представляю. И вот некая вкладка другое. Это, ну, что-то еще, да. Процент, если сложить будет там условно 146, не пугайтесь, можно было выбирать в рамках этого исследования несколько вариантов ответов. Тем не менее, почему есть проблема? Потому что есть другое исследование, оно касается возможных векторов атак. И что мне здесь нравится, что самое интересное, что, по сути, каждый четвертый опрошенный считает, что основной риск для ASUTP – это интеграция ASUTP с IT. И сюда же мы добавляем, естественно, и ИБ-технологии, так как все-таки у ИБ и IT гораздо больше общего. И поэтому это проблема. Каждый раз, когда мы говорим, несмотря на то, что есть 187-й федеральный закон и требования КИИ, есть там 890-е постановление правительства для энергетики. То есть требования с точки зрения погружения в безопасность ASUTP не появляются, надо что-то делать. Но тем не менее, мы всегда будем упираться в одно из этих препятствий. И в России, я уверен, если бы мы проводили аналогичное какое-то исследование, я думаю, статистика была, если бы мы опрашивали специалистов ASUTP, она была бы гораздо больше. То есть это основной вектор, основной риск. Мы боимся того, что происходит. Раньше было нормально. Раньше были сети сегментированы, были воздушные зазоры и так далее, и так далее. Собственно, какие же типовые сложности, с чем мы сталкиваемся обычно, когда говорим о соке для ASUTP? Ну, первое, ключевое, основное, и в России он, я думаю, тоже важный фактор. Это, в принципе, различие в подходах, в мировоззрении, как нужно строить вообще, в принципе, защиту, как нужно работать, работу. Есть классические технические сложности, не буду про них говорить, там на каждой конференции практически про это уже много раз говорили. И вот один из основных факторов, проблем, когда мы пытаемся интегрировать наш сок в ASUTP, это отсутствие обычно зон ответственности, четко разгроментированных. То есть это порядка, как видите, 43% опрошенных в Америке. То есть там сегодня, насколько я понимаю, на предыдущих секциях говорили уже о кадровой проблеме. Они говорят практически на каждой конференции. Если мы говорим про СУТП, про производство, про нефтяные компании, про ТЭК, если мы говорим про регионы, эта проблема там, ну, сразу возносится в десятки раз. Ну и дальше понятно, тяжело найти людей, сложность вообще, в принципе, объединить людей в группы, потому что, когда мы строим сок в IT-сегментах, там, как правило, должны договориться две стороны. Здесь у нас появляется третья, при этом третья, там, ключевая, с большим вектором важности для бизнеса, для производства компании. И почему это вообще все происходит? Если мы посмотрим сейчас на, там, современную инфраструктуру предприятия, которую мы должны обеспечить, по сути, это не единая инфраструктура. У нее разные сегменты, разные зоны ответственности, разные процессы, разные технологии, разные культурные какие-то отличия, особенности, разные системы. Исторически там что-то создавалось, не знаю, 10-15 лет не обновлялось и так далее. Мы видим, что есть тяжело иногда распределить границы, потому что для разных типов систем могут быть какие-то пограничные зоны, если мы, там, не знаю, про МЕС-системы говорим, или, там, про САП-системы, которые занимаются, тоже участвуют в рамках технологических процессов, так или иначе. Да, сейчас еще, например, если мы говорим про цифровизацию, то очень часто цифровизация отдается в IT, как зона ответственности. И получается, что у нас еще и пересечение каких-то конфликтов, интересов, полномочий в рамках вот этого процесса идут. И тем не менее, да, можно выделить в классическом, большом, крупном интерпризе три основных блока. Первый блок – это все, что касается разработки, если она есть. И там, ну, понятно, специфические средства защиты, специализированные атаки, там подрядчики, свои специалисты, там код, репозитории, тестовые данные, защита, там, контейнеризация и так далее. Классическая IT-инфраструктура, мы сегодня про нее не будем практически говорить, и ASU-инфраструктура. И нам нужно учитывать, что все это нужно как-то объединять, то есть тяжело накрыть это зидиным соком, зидиной системой. И когда мы думали о том, как этому правильно подойти, в голову пришла мысль, ну, вот же, есть гособка, есть некая структура, которую сложно назвать, по сути, зидиным соком, хотя в некотором смысле гособка – это сок на уровне государства. Там тоже есть центры, есть ведомства, есть госы, есть корпорации, есть разные уровни погружения, есть протоколы обмена, какими инцидентами следует обмениваться, с какими СЛА-ами, какие последствия могут быть, какие зоны ответственности у каждого из сегментов. И каждый элемент, он так или иначе независимый. И тут мы приходим к сути концепции, это концепция модульного сока. Здесь на слайде вы видите некий технологический фреймворк, по сути он касается и процессов, и зон ответственности. То есть у нас есть, как в гособке, есть главный центр. Это информационная безопасность. Это то, что в принципе должно возглавлять эту тему, как бы ввести флагом по компании. Вы видите здесь набор систем основных ключевых. Неважно, они могут быть дополнены чем-то. Понятно, у нас есть CM, есть ARP, есть TIP, есть SGRC-система, какая-то визуализация и так далее. Что важно? Когда мы начинаем прорабатывать в рамках компании концепцию, вот этим всем главным центром накрыть все, мы обязательно будем сталкиваться с противоречиями, какими-то сложностями. Здесь на слайде мы говорим о том, что у нас модульный сок, есть главный центр, который является главенствующей функцией, но при этом часть процессов и часть систем, они централизованные, они должны быть централизованные, а часть систем могут быть не централизованными. То есть мы говорим о неком компромиссе. И здесь мы говорим, вот если видите, выглядело там желтым, условно зеленым, синим для разных блоков. То есть, не знаю, если мы говорим про СТП, у них может быть своя CM-система. Если мы говорим о том, что компания большая, она построила себе, ей нужна большая серьезная CM-ка, где-то у нас есть отдельный цех, отдельное производство, не знаю, отдельная площадка, там не нужна такая CM-система или она не нравится по каким-то причинам функциональному заказчику нашему. Ну, пусть он возьмет какую-то другую систему, open source, если это, конечно, не ки, там, да, просто СТП, например. Например, пожалуйста, мы просто выстроим некий процесс, чтобы эта система заработала корректно. Тобственно, ключевое. Нам нужно начать с разделения зон ответственности. И здесь на слайде вы видите, ну, там, ключевые, наверное, процессы, которые можно выделить. И для примера, вот мы сейчас здесь указываем, как это могло бы выглядеть с точки зрения распределения ответственности для СТП-подразделения. То есть, например, у нас в рамках СТП нет задачи глобально смотреть за всем. Соответственно, мы только собираем информацию в рамках отдельного сегмента и по определенным правилам, по определенным регламентам взаимодействия можем отправлять или не отправлять информацию об инцидентах каких-то там выше на уровень информационной безопасности главный центр. Реагированные инциденты. Можно вполне сделать так, чтобы на некоторые типовые инциденты реагирование осуществлялось в рамках СТП-блока. Опять же, потому что есть нехватка кадров и так далее. Про это сейчас чуть попозже поговорим. Там инвентаризация IT или управление IT-активами. Нам нужна единая расширенная карточка активов глобальная. И эта система должна быть глобальная, но у АСУТП, у разных блоков с инвентаризацией, как правило, там все более-менее нормально. Учитывая, что инфраструктура достаточно статичная, мы можем раз там в квартал просто там забирать оттуда информацию, не знаю, просто каким-то обменом, XML-файлом, но интегрировать в нашу единую систему, в систему безопасности и так далее. Давайте сейчас попробуем пройтись по процессам чуть более детально. Итак, у нас управление активами, как я начал говорить. Здесь опять же, так как мы в секции тренды, есть тренды. Опять же, та же статистика санкса. Она, по сути, нам говорит о том, что на Западе с точки зрения управления активами давно неплохо занимаются. Часть из них инвентаризирована, часть из тех, которые инвентаризируются, осуществляется мониторинг. Касается это обычно серверов, рабочих станций в первую очередь. Но мы видим, что там серьезно обращают внимание на контроль, инвентаризацию, учет и мониторинг и прочих девайсов с CAD-систем, приложений, PLC-контроллеров и так далее. Так вот, что у нас идет в рамках процессов? Мы говорим, как я сказал ранее, о расширенной карточке активов. То есть идет некое взаимодействие с централизованной системой SGRC. То есть это некая база данных активов. Мы получаем обязательные поля, интегрируем их с локальных каких-то систем учета. Не знаю, окей, будет это Excel или какие-то специализированные системы. И, соответственно, передаем данные наверх, где уже обогащаем их с точки зрения владельцев, с точки зрения контактов владельцев, для того, чтобы мы могли реагировать на инциденты. И это система информационной безопасности. Она централизованная. Значит, дальше следующий процесс управления индикаторами компрометации. Здесь глобально, наверное, все достаточно просто. Есть как бы базовая платформа. Не знаю, это в рамках отдельной платформы осуществляется, либо на рамках существующих решений каких-то. Это неважно на самом деле. Нужно распространять индикаторы компрометации вниз для специфических какие-то индикаторы компрометации. Мы видим, что, опять же, с точки зрения исследования, откуда берут информацию на Западе, у нас с точки зрения threat intelligence процесса, наверное, только сейчас выстраивается эта история. Но, тем не менее, она важная. Она позволяет реагировать на, выявлять какие-то инциденты фокусные, целенаправленные атаки. При этом есть проблема, опять же, кадровая. Мы практически с небольшой вероятностью сможем найти специалиста, который может заниматься процессом управления и анализа индикаторов компрометации. Поэтому этот человек, он может быть только один в рамках информационной безопасности. При этом он передает определенную информацию об индикаторах компрометации вниз и обучает людей там. И это вполне рабочая история, но процесс работает, процесс существует. Следующий, базовый процесс с точки зрения мониторинга событий. Справа, опять же, исследование SANS у нас по тем типам устройств, с которых в СУТП собирается информация. Как видим, базовые устройства, с которых идет сбор событий, это сетевые устройства, это какие-то виндово-линуксовые сервера, рабочие станции, но и специфические СУТПшные, в том числе контроллеры, данные хисториан серверов в меньшем объеме, но, тем не менее, собирается анализируется. Здесь важно говорить о том, что нам, наверное, на уровне, опять же, концепции, в рамках СОКа глобального нужна информация сетевых устройств, базовые вещи, которые мы сейчас там видим на верхнем уровне, но при этом какие-то специфические истории в рамках SCADA систем, в рамках историан серверов нам не нужно передавать на верхний уровень. И это задача локального модуля СОКа СУТП – анализировать и коррелировать события в рамках этого. При этом мы, как я говорил, можем выборочно передавать инциденты. Создаются различные тенанты в ARP-системе. То есть у нас есть тенант глобального уровня на уровне информационной безопасности и также на уровне СУТП-подразделения создается локальный тенант СУТП, в рамках которого они занимаются, работают, обрабатывают свои инциденты. Что здесь важно? На этом уровне, как я уже говорил, могут использоваться решения различных производителей. Давайте пойдем дальше немного. Опять же, вот в пример. С точки зрения вот самый такой критичный вопрос. А что за инциденты и почему они не передаются на верхний уровень? Почему они не должны передаваться? Ну вот для примера, да, есть понятная схема, простая. Есть шифровальчик, условно. Понятно, что если, неважно где, в СУТП, в любом сегменте, у нас есть риск тотального заражения. Эта информация должна максимально быстро попасть на уровень информационной безопасности, чтобы начали приниматься какие-то меры на уровне компании. При этом есть там события, не знаю, несанкционированного доступа. И у СУТП должна быть возможность управлять этим в собственном режиме. Более того, если это там инцидент некритичный или если это инцидент ложный, вполне можно не передавать на уровень выше. В этом ничего такого страшного не случится. Что я еще здесь хотел важно сказать. Опять же исследование справа, картинка. Мне здесь лично нравится, значит, здесь был задавался вопрос, кому первому вы обращаетесь в случае возникновения инцидентов информационной безопасности. И, ну, понятно, там на первом месте это поставщики-вендоры по кибербезопасности, кому обращаются СУТПшники в случае возникновения инцидента. Но здесь нас, наверное, как специалистов по информационной безопасности, в первую очередь должно волновать то, что там 30% идет к поставщику СУТП. Вот возник инцидент. И понятно, что если это происходит в случае инцидента, связанного, не знаю, с условным Сименсом или Шнайдером и так далее, наверное, это обосновано. Но при всем при этом это потеря времени реагирования, потому что, как правило, там все-таки недостаточная квалификация в части предотвращения кибератак, в части расследования инцидентов. Есть еще отдельный, вот есть ответственность за работ по автоматизации процессов. Тут у нас, на самом деле, наверное, не совсем корректный перевод. Но я думаю, что если бы было исследование в России, оно бы тоже набрало бы гораздо больше процентов, потому что там специалисты СУТП еще и плюс ко всему пойдут к компаниям, которые занимаются интеграцией, ну, собственно, системы автоматизации внедрения. Как мы там, ну, не знаю, согласитесь вы или нет, но, как правило, там тоже практически нет компетенции по информационной безопасности. Поэтому, чтобы это все, эти процессы, скажем так, заблокировать или вернуть, скажем так, скорее в правильное, нормальное русло, у нас здесь должна быть единая система, как я уже говорил, с различными локальными тенантами, в рамках которой осуществляется реагирование инциденте. Я, будет в конце небольшой кейс, я попробую на примере рассказать, как оно должно примерно происходить. Ну и по персоналу. Понятно, сложно искать кадры. Здесь перечислена глобальная структура. Красным мы видим это информационной безопасности. Мы здесь говорим про роли. Опять же, для каждой компании свои правила. Третья, синяя линия, это СУТП. То есть, как правило, нам необходимо по большому счету обучить тот персонал, который есть в СУТП. И это первая, вторая линия. Это администратор средств защиты, потому что они во многих компаниях и так уже занимаются эксплуатацией средств защиты, которые у них есть. То есть это, не знаю, фаерволы на границе между технологическим и корпоративным сегментом. Это там антивирусы. Ну, там какие-то базовые такие вещи они могут делать. То есть определенные типы инцидентов вполне может на себя забирать СУТП. И что важно, когда мы используем единую систему ERP, мы существенно можем сократить, во-первых, затраты на персонал, во-вторых, централизовать компетенции. Это понятно. Но и в то же время здесь есть некая система компромисса, потому что мы оставляем у блока СУТП некое поле, пространство для маневра. И интересная тут статистика. Опять же, мы ее перевели на русский язык, но все цифры указаны в Штатах. Это исследование Ниссансовское, единственное, которое у меня в презентации есть, а исследование Панимон Институт. И здесь указаны затраты на средние затраты годовые на расследование и предотвращение инцидентов. Опять же, цифры такие очень интересные. Понятно, что можно попробовать, хочется попробовать, заменить стоимость наших специалистов по информационной безопасности. Но можно видеть, что чисто история команды – это порядка миллиона долларов. Цифры такие немного пугающие, но тем не менее. И, соответственно, там еще история со штрафами, затратами, простоями и так далее. Вот это цена в 2 миллиона долларов. Итого 3 миллиона долларов – это стоимость в интерпрайзе, крупном, с производством, со СУТП, в ТЭКе, для команды реагирования инцидентов. Интересно было бы, такие цифры у нас в России в открытом виде как-то получить. Но, тем не менее, имеем, что имеем. Это просто информация к размышлению, рассуждению, возможно, обсуждению. И, собственно, небольшое в качестве завершения, некий свод-анализ. Еще раз, что мы предлагаем? Мы говорим о том, что мы единым соком никогда не покроем всю компанию целиком. Потому что это разное, все разное. И нам нужно пройти здесь некоторые компромиссы, как информационной безопасности, и где-то попытаться договориться. Что важно? Мы разрешаем в концепции модульного сока основные существующие противоречия между СУТП-блоком и между информационной безопасностью. Мы можем обеспечить согласованность действий с большей эффективностью в масштабе всей организации. Ну и оптимизация расходов, как я говорил, это как основные преимущества. Да, есть проблемы. Основные слабые стороны – это то, что в рамках этой концепции мы, по сути, строим там большой космокорабль. И нам нужно там так или иначе договориться с людьми, которые принимают решения. Но здесь есть успешные опыты реализации части этой концепции. Но при этом мы соблюдаем требования КИИ. Мы существенно повышаем уровень защищенности. Мы существенно повышаем там свои возможности как подразделения информационной безопасности. Понятно, что этот процесс там не быстрый. Это там, по сути, в рамках дорожной карты, не знаю, там на 3-5 лет. Но, тем не менее, это там, на наш взгляд, единственное направление правильное в части развития сока, если мы не хотим получить какую-то некую, ну, небольшую локальную функцию, где все существуют отдельно друг от друга. И в итоге, когда, ну, почему вот происходят раз за разом инциденты, до сих пор там страдают от вона края некоторые компании. Ну, потому что вот не договорились, условно говоря, не пошли по правильной концепции. И в конце небольшой кейс. Хотелось бы рассказать, я, честно говоря, за временем особо не слежу. Как там, нормально еще? Значит, смотрите. Кейс – это пилот. Потому что, как вы помните, руки подняли далеко не все, кто знает, что сок подключился к СУТП. Тем не менее. Значит, есть заказчик. У заказчика небольшое там начальство сока. У него есть СМ-система. И у него есть проблема, что он не может, ну, по сути, завлечь или как бы там договориться правильно с СУТПшниками, чтобы сок покрывал и СУТПшный сегмент. У нас был пилот. Это история с одним небольшим цехом. Он относительно автономен. Что мы сделали? Да, мы, во-первых, договорились, что у нас в рамках концепта может быть другая СМ, отличающаяся от той, что куплено у заказчика. Мы также договорились. Это ключевая договоренность, что ключевой процесс реагирования на инциденты будет делаться, происходить в рамках единой IRP-системы. Мы разработали там несколько базовых юзкейсов. Несколько базовых правил, которые актуальны там для конкретного СУТП. Достаточно простые вещи, типа там несанкционированного доступа, не знаю, там подбор учеток, подбор паролей, появление нового устройства, не знаю, там вредоносной активности и так далее. Поставили в операторской, в диспетчерской отдельный компьютер. Точнее не компьютер, там вывели дашборды, убрали оттуда все лишнее с нескольких попыток итераций. И получилось так, что там диспетчер, условно говоря, который наблюдает за состоянием технологического процесса, у него есть еще вот эта система. Как это дальше должно было работать? То есть в рамках процесса диспетчер видит инцидент. У него там загорается определенная лампочка на дашборде. И дальше инцидент уходит на вторую линию. Вторая линия – это администраторы, которые занимаются эксплуатацией средств защиты. То есть у них есть, так или иначе, какое-то понимание об информационной безопасности. Они администрируют фаерволы и там прочие средства защиты, которые у заказчика есть. Они занимаются обработкой этого инцидента. Если по определенным правилам инцидент требует внимания о информационной безопасности, то дальше по плейбуку задача переходит в информационную безопасность. Параллельно, так как полностью эксплуатация средствами защиты осуществлялась собственными силами СТП, идет запрос в тикет на открытие доступа и активацию учетки для безопасников и открытие некоторых правил, которые позволяют безопасникам подключиться на время расследования или на время реагирования инцидента, собирать какую-то информацию, приводить какие-то действия по предотвращению инцидента, и потом дальше доступ пропадает. В некоторых случаях история должна была разбираться внутри блока СТП, в других случаях, опять же, глобальные, про которые мы говорили, уже должны подключаться профильные компетентные люди. Немножко там околокостыльная история, но вот эта история с появлением доступа в каких-то и прочих, это один из таких простых примеров возможного компромисса. Мы в целом отработали этот процесс. Там пример результата, который есть, это, соответственно, у нас был инцидент, связанный с НСД. Он также прошел по этой схеме, дошел до уровня СТП администраторов, и, соответственно, администраторы СТП, опять же, сами разобрались с этим инцидентом. Оказалось, что там один из подрядчиков получил, соответственно, начал проводить какие-то работы, не согласовав там вне технологических окон, что-то начал делать. Историю приостановились, инцидент там закрылся. Там, насколько я помню, TeamViewer поставили на один из серверов и через него зашли. Инцидент остановился, и он там в безопаснике глобального уровня в нем не поучаствовали. Значит, в целом, там с точки зрения отработки процессов, кейс там был признан успешным. Сейчас идет разговор, как эту схему вообще, в принципе, масштабировать, чтобы она правильно работала в рамках всей организации. И есть еще одна там задачка, но пожелание, над которой там мы думаем. Это история того, чтобы мы интегрировали, то есть, ну, естественно, не нравятся лишние какие-то дополнительные дашборды. Соответственно, мы, чтобы интегрировали эти дашборды в схему оператора, которая есть, где осуществляется мониторинг на предмет доступности, на предмет, там, не знаю, отклонения от нормального состояния технологического процесса, чтобы мы туда вывели определенные лампочки, и чтобы это не был там единый костыль. И вот мы сейчас там работаем над тем, каким образом это можно сделать, выгружая из там CM-системы или на уровне ARP, отправляя определенные выгрузки в формате XML, думаем, сделать, и потом некой шиной или интеграционным неким сервисом перегнать это в OPC и загнать это, собственно, на ту панель мониторинга, которым занимается ОСУТП-шники. Это такая задачка на подумать, но почему нам она интересна? Потому что там, ну, как мне кажется, одна из основных задач безопасности или сока вот в ОСУТП – это как-то, ну, попробовать адаптироваться к тем особенностям заказчика, которые у него существуют, чтобы им было это удобно. На этом, наверное, у меня все. Спасибо за внимание. Меня зовут Выходцев Аркадий. Я инженер функциональной безопасности компании Checkpoint. Ну, и сегодня хотел рассказать об устройствах интернета вещей, о том, где мы их можем встретить в промышленных сетях, какие угрозы и риски безопасности они несут, ну, и как наши решения помогут защититься от этих угроз. Ну, говоря об устройствах интернета вещей. Ну, по последним подсчетам, их сейчас порядка 20 миллиардов устройств, подключенных к интернету. Каждую секунду подключаются 100 новых устройств. В ближайшие 5 лет мы ожидаем более чем вукратное увеличение этих устройств, вплоть до 50 миллиардов. Ну, и, конечно же, такое большое количество никак не может не повлиять на нашу повседневную жизнь. Это как внедрение нового функционала, это всяческие системы умного дома, умного здания, автоматизации производства. Ну, с другой стороны, большое распространение этих устройств, оно, конечно же, является для злоумышленников достаточно легкой и привлекательной целью для начала атаки на организацию. Ну, в рамках данной секции хотелось бы затронуть те сети, из которых состоит промышленная организация. Это, конечно же, классическая корпоративная сеть, и это сеть технологическая. Для корпоративной сети тут нам характерен большой зоопарк устройств. Это всяческие принтеры, IP-камеры, те устройства, которые сотрудники приносят несанкционированные, подключают их к сети. Для технологического же сегмента нам характерно то, что мы должны обеспечить безопасность технологического процесса и не дать саботировать этот процесс из-за возможных кибератак. Как говорилось на антипленарке, вендоры любят классические пугалки. Вот два примера. Хотел привести атака на корпоративную сеть, атака на казино, вследствие которой утекла база данных. С клиентами этого казино. Как же оно происходило? В открытом физическом доступе находился он аквариум с умным термостатом. Этот термостат подключался к внутренней сети по Wi-Fi. Зломышленникам удалось эксплуатировать визуимость этого термостата и проникнуть внутрь периметра. Другой пример. Я думаю, все точно слышали про атаку на трубопровод Colonial Pipeline. Не буду тут, наверное, говорить, что там произошло. Все и так знают. Ответственность за атаку взяла на себя киберкопровировка DarkSide. Собственно, немножко в деталях утекла учетная запись, учетные данные заказчика. Скорее всего, это была продажа учетных данных злоумышленникам. В следствии чего злоумышленники добрались до инструментов контроллера домена, смогли горизонтально распространить вирус шифровальщик, зашифровать одну очень важную машину, заблокировать на ней порядка 100 гигабайт данных и попросить за это выкуп. И вследствие этой атаки у нас произошла остановка работы всего трубопровода. Какие же у нас есть решения по защите устройства IT? У нас есть три компонента. Первый – это анализ рисков. Второй – это автоматическое создание правил для таких устройств. И третий – это, конечно же, защита устройств IT. Ну, давайте по порядку. Начну с анализа рисков. Для понимания анализа, прежде всего, нам нужно понимать, какие же устройства у нас есть в сети. Не говоря про корпоративную сеть, если мы затронем технологический сегмент, то общаясь с нашими заказчиками, зачастую большинство не имеет представления, что у них там происходит вообще, какие там устройства, как они взаимодействуют. Ну, вот это очень характерная картина. Многие говорят, что их технологические сегменты изолированы. Все безопасно. Но дальше, продолжая общаться, у некоторых выясняется, а мы получаем доступ к чему-то. А как? А компьютер стоит там с двумя сетевыми картами. А так сеть изолирована, все, воздушная прослойка. Хорошо она изолирована. Также устройства имеют уязвимости. Нам нужно эти уязвимости находить, расчетить на них атаки. Устройства IT. Ну, тут есть как офисные устройства, так и сегмент индустриала IT. Их очень много, всяких разных устройств. Не каждый межсетевой экран по умолчанию может распознавать трафик тех или иных устройств. Но для этого у нас есть интеграция с нашими технологическими партнерами. Это решения по анализу трафика, такими как Clarity, MediGate, Order. Ну, тут, наверное, хотелось бы остановиться чуть подробнее на Clarity. Это известное решение в узких кругах по защите, по анализу трафика устройств промышленного сегмента. Ну, почему на нем хотелось бы остановиться? Потому что, в отличие от решений конкурентов, оно, собственно, представлено в локальном виде. Управление его не облачное. Никакие данные мы на сторону не отсылаем. Для устройств офисных, типа камер, которые у нас в большом количестве, которые имеют и уязвимости, которые могут являться частью бот-сетей, что также для них характерно разработчики программного обеспечения данных устройств. Но они прежде всего, они заботятся о выпуске нового функционала, нежели о минимизации количества уязвимостей. Ну, конечно, было бы классно, если бы они следили за количеством уязвимостей. Ну, или в идеале вообще бы входило бы без этого. Но чтобы минимизировать данную проблему, у нас есть решение, с помощью которого вы можете сканировать по программной прошивке устройств перед тем, как установить их на само устройство. Ну, не буду тут подробно останавливаться. Помимо этого, среди всего того многообразия устройств, которые у нас есть, нам важно определять самые важные устройства, на которые администратору безопасности надо обратить внимание в первую очередь. Также есть такая возможность. Мы поняли, какие устройства у нас есть в сети, теперь нам важно грамотно составить политику безопасности, ну и желательно с минимальными трудозатратами. В одной из последних версий чекпоинт у нас появилась интеграция со сторонними системами анализа трафика по API, с помощью которых мы можем от них получить полный список устройств, которые она обнаружила, и добавить их в политику безопасности. Ну, вот так это выглядит. Создается один подуровень политики, в котором у нас есть правила, которые мы определяем устройства, которые мы обнаружили, и под ним, соответственно, у нас определяются правила тех, специфичных для каждого устройства, портов протоколов, по которым оно взаимодействует. Что тут важно также сказать? Нам в первую очередь важно не нарушить сам процесс взаимодействия этих устройств, поэтому все политики о молчании идут в разрешающем режиме. Дальше, если мы уже знаем, как работает устройство, мы можем гранулированно настраивать политику безопасности. При обнаружении новых устройств, эти устройства добавляются политику безопасности автоматически, нам нужно только применить эту политику на межсетевые экраны. Вот на примере PLC-контроллера, он должен взаимодействовать со своей HMI-станцией. Мы также, система анализа трафика получает данные о том, что это устройство у нас есть в сети. И дальше мы можем грамотно составить политику безопасности, уже зная то, что оно у нас есть, по каким протоколам оно взаимодействует. И, соответственно, прописывать гранулярные правила, разграничивая, разрешая тот или иной трафик, который нужен конкретно этому устройству. Остальное все запрещаем на более раннем этапе. Мы поняли, какие у нас есть устройства, написали к ним политику безопасности. Теперь нам надо защитить эти устройства от атак. У ведущих производителей решения СТП также находятся уязвимости. Уязвимости эти исправляются, выпускаются патчи. Но в связи со спецификой технологического процесса зачастую у нас нет возможности установить эти патчи безопасности, так как мы не можем прервать технологический процесс. Тут нам поможет модуль IPS. У IPS-чекпоинта на сегодняшний день есть более 300 сигнатур, специализированных как раз на защите технологических устройств. Об архитектуре решения. Вот на данном примере тут представлено три технологические сети. Им нужно взаимодействовать со своим сервером, который находится в другом сегменте для правильной организации работы. Нам нужны межсетевые экраны, которые могут фильтровать трафик. Также нам необходимо понимать, что, собственно, происходит в данных сегментах. Для этого мы можем собирать данные о трафике, который обнаружен межсетевой экран, отправлять на анализ в систему анализа трафика, такой как Clarity. Она, в свою очередь, обнаруживает, какие устройства она нашла в сети. И сервер управления собирает политику безопасности, применяем ее на шлюзы безопасности. Ну и теперь шлюз безопасности уже знает о том, что какое устройство у нас должно взаимодействовать своим SCADA сервером. Это лишь один пример. Наверное, он встречается у нас не так часто. Как правило, все же речь идет об изолированных сегментах сети. Но там, тем более, нам надо понимать, что там происходит, не появился ли там какой-то новый хост и так далее. Вот такое устройство у нас есть для технологического сегмента. Из его самых главных особенностей это промышленное исполнение, это возможность подключения к двум мобильным операторам связи, что очень удобно, например, на подвижных каких-то площадках, типа топливозаправщика того же, для организации безопасного канала связи. Говоря о системе Clarity, которая у нас является системой по анализу устройств промышленной сети, какие данные она собирает. Помимо того, что это IP-адреса, MAC-адреса, полный список устройств, также прошивки устройств мы можем видеть, в какой момент устройство обновило прошивку, вот вплоть до такого уровня. Также стоит отметить, что система работает сначала в режиме обучения, мы собираем трафик, определяем его в сигнатуру, и дальше, когда у нас уже нет какого-то нового трафика, система автоматически переключается в обычный режим, и все, что отличается от трафика, который запомнила система в режиме обучения, уже считается отклонением и инцидентом. Вот в таком виде система строит схему взаимодействия по многоуровневой модели Perdium, где у нас на нижних уровнях контроллеры передают данные на HMI станции, дальше, вверх по уровням. Вот, к примеру, PLC-контроллер взаимодействует с рабочей станцией. Должно ли такое быть? Как правило, нет, но может быть, это санкционированная рабочая станция. Тут надо разобрать этот инцидент. Ну, помимо того, что система может анализировать трафик, у нее также есть сигнатурный движок, который определяет атаки, специфичные как раз для устройства с промышленной сети. Ну, заканчиваю. Коль у нас мероприятие SOC-форум, буквально в двух слайдах, не могу не рассказать о нашем решении Infinity SOC, которое собирает события безопасности с шлюзу безопасности, чекпоинт с наших решений по защите конечных рабочих станций, облачной инфраструктуры, и из всего того белого шума событий безопасности она выделяет те события, на которые аналитику нужно обратить внимание здесь, сейчас, в реальный момент времени. Помимо этого, у нас есть возможность полного разбора инцидента, что там произошло, рекомендации по тому, что надо сделать, чтобы предотвратить этот инцидент, и есть возможность сравнения нашей атаки с какими-то общедоступными индикаторами компрометации. Ну, подводя итог, IT-устройств много, они есть, как и в офисных сетях, так и устройства индустриала IT. Нам надо понимать вообще, что это за устройства, нам надо их определять, нам надо грамотно строить политику безопасности, желательно, с минимальными трудозатратами, и нам надо защищать эти устройства от атак. Ну, спасибо большое. Спасибо большое, Аркадий. Да, добрый день, коллеги. Я во многом, наверное, не буду рассказывать совсем уж каких-то глубоких деталей, а это будет некая затравка отчасти для нашей дискуссии, потому что многие вещи являются дискуссионными. Итак, собственно, я думаю, уже не раз сегодня и на этой секции, на предыдущей звучала тема изолированности, хотя из практики, наверное, многие из вас согласятся, что во многом разговоры об изолированности технологических площадок это миф, потому что либо так сеть построили, либо так сложилось, когда для облегчения своего труда какие-нибудь АСУТПшники размещают беспроводную точку, которая позволяет собирать телеметрию, не ходя там по большим площадям, не снимать телеметрию, подключавшись к какому-нибудь консольному порту, либо когда это является условием технической поддержки на поставляемое оборудование, либо систему управления технологическими процессами. Поэтому, да, безусловно, остаются системы, изолированные от внешнего мира, но в последнее время они встречаются все реже и реже, поэтому в основном именно для них и предназначен мой рассказ, потому что, когда мы говорим о сетях подключенных, либо к интернету напрямую, там даже через различные промежуточные фильтры, шлюзы и так далее, либо через бизнес-системы, там задача мониторинга как таковая не стоит, ее можно решить достаточно легко стандартными средствами, но вопрос только, можно ли в самой технологической площадке подключить средства мониторинга, потому что это тот еще челлендж, либо нет спан-портов, куда это можно подключить, либо в разрыв, тем более никто не дает подключить соответствующее устройство, либо никто не дает снимать данные там с ПЛК и там исполнительных устройств в ряде случаев, и в итоге, собственно, и было бы желание мониторить, но не дают, поэтому сама по себе задача мониторинга промышленной площадки тоже решается далеко не всегда тривиально, даже если мы имеем некий централизованный сок, в который можно было бы отдать эти данные, но на уровне самой площадки мы собрать данные не можем. А в идеале, конечно же, желание мониторить площадки есть, тем более, что вопреки, опять же, достаточно часто живущему у тех же самых АСУТПшников мифов о том, что сеть изолирована, проприетарна, и поэтому она никому не интересна, и ломать ее никто не будет, примеров, в общем-то, уже немало. Да, далеко не всегда злоумышленники достигают какой-то своей цели, иногда они останавливаются там на полшага до цели, иногда они, собственно, собирают только какую-то информацию о промышленной площадке, о используемых в ней оборудованиях, протоколах и так далее, но в целом, сегодня уже ни у кого не вызывает, наверное, сомнения, то, что проникнуть в промышленную площадку можно, и там можно натворить дел, поэтому мониторить нам хотелось бы, тем более, что и на рынке появляются как зарубежные, так и отечественные решения, которые позволяют уже мониторить не просто там применяемые протоколы внутри промышленной площадки, а вплоть до конкретных команд, режимов в рамках того или иного протокола, там, ДНП-3, МАДБАС и так далее, можно, собственно, изучать и, соответственно, на основе этой информации строить какие-то выводы о аномалиях, о выходах технологического процесса за какие-то граничные значения, и при наличии нормального СИЭМа, в котором можно писать эти правила, либо они существуют изначально из коробки, хотя это тоже редкость, в принципе, можно даже коррелировать события сетевые, события, там, классические, бы, с событиями, непосредственно связанные с функционированием технологического процесса, и искать какие-то сложные вещи. Вот, но у нас, соответственно, возникает вопрос, а как эти данные собрать, если действительно сеть изолирована, хотя, вроде как, и данные есть и об уязвимостях, и о командах, и даже об атаках, и распространении возможного вредоносного кода. Соответственно, я вижу несколько вариантов, собственно, четыре сценария, с которыми сталкивался на практике, не все из них реализовывались в России, там, что-то реализовывалось за пределами страны, но на постсоветском пространстве что-то реализовывалось совсем за, далеко за границами постсоветского пространства, но вот четыре сценария, которые я сейчас опишу, они все реалистичны, и первый из них нам подсказывают, собственно, сами злоумышленники. То есть, если мы посмотрим, буквально, там, неделю назад компания СЭТ выпустила интересный отчет, хотя, наверное, ничего нового там нет, но такая неплохая консолидация информации за последние, там, полтора, наверное, десятка лет с тем, как работали вредоносные программы в изолированных средах. Проанализировано 17 семейств, начиная от старенького USB-стиллера и, там, заканчивая не к ночи упомянутому StaxNet. У нас, правда, нет бота здесь на конференции, который бы реагировал на упоминание слова StaxNet, вот, но, там, не суть. Действительно, есть семейства, которые попадали и встречались в изолированных сетях, и, как выявила компания СЭТ, вот все эти 17 семейств, они использовали USB либо для заражения, собственно, как основной вектор заражения и попадания в изолированную от внешнего мира под сеть, либо для, соответственно, слива данных из изолированных сетей. Да, это, конечно, не история с прямым доступом и с возможностью выгрузки данных в любой момент времени по желанию. Злоумышленника должно там сойтись звезды, там, солнечное затмение и куча разных условий, чтобы собранная информация могла быть вынесена на той же самой флешке наружу или каким-то иным образом реализована эта угроза не только попадания, но и выгрузка данных. Но таких примеров немало. Отсюда, собственно, возникает сценарий номер один, когда мы телеметрию, собранную с внутренних устройств промышленной площадки либо непосредственно с ПЛК, с исполнительных устройств, с сетевого оборудования, ну, в зависимости от того, есть на нем такая возможность либо нет, мы выгружаем эти данные на USB либо на какой-то иной носитель, ну, в зависимости от политик безопасности, это может быть однократный носитель, там типа компакт-диска с однократной записью, и там каким-то образом передаем эти данные уже в корпоративный SOC, там неважно, это СУТПшный SOC, отдельно от корпоративного либо централизованный SOC, который подгружает эти данные, там разные СИЭМы, если мы говорим о СИЭМах, как ядро SOC, либо это могут быть решения там класса NDR, либо решения класса там мониторинга СИЭС, и так далее, у них есть возможность там подгрузки либо пикапов, либо каких-то мета-данных, либо данных в определенном формате, но их можно подгружать и, соответственно, анализировать, да, у нас в этом случае есть очевидное преимущество, мы не нарушаем как таковую изолированность, если она должна быть обеспечена, мы имеем возможность интегрироваться в централизованный SOC, но ключевой, наверное, аспект любого мониторинга оперативность, мы ее теряем, но для ретроспективного анализа в принципе такой вариант вполне себе возможен, и если мы с точки зрения там модели угроз изначально исключили там легкое проникновение злоумышленников на промышленную площадку и можем допустить там, ну не то чтобы простое, а не передачи телеметрии из промышленной площадки в SOC в течение нескольких часов, может быть даже суток, то это вполне себе вариант, когда я там выгроженные данные на USB, потом по каналам связи там в защищенном виде передаю в центр, в корпоративный центр мониторинга, либо отправляю, ну в зависимости от того, где у меня находятся площадки и центр, отправляю там спецсвязью, ну или там курьером какие-то иные варианты, но у этого метода есть и очевидный недостаток, собственно он существует у любого другого, практически у любого другого сценария, это все-таки необходима локальная система консолидации событий безопасности, потому что с каждого контроллера, с каждого там промышленного свеча или промышленной точки доступа, или там исполнительного устройства, не насобираешься отдельно данные и не выгружаешь их на флешку, то есть все-таки какая-то система, она должна быть, которая все это сгрузит на флешку, а потом мы это все отдадим, вот главное, чтобы, и это наверное общая будет задача, я ее упомянул, чтобы сок платформа, я специально не говорю слово CM, скорее сок платформа, потому что это не только может быть CM, но и различные другие инструменты, анализы данных, чтобы сок платформа понимала промышленные протоколы, не только на уровне, как в Airshark, который позволяет распознать вот это там Dnp3, это там 104, а это там Modbus, но и распознавать конкретные команды внутри того или иного протокола, и даже использование уязвимостей на те или иные системы, и те или иные атаки, которые используют уязвимости в тех или иных промышленных системах, то есть решение по мониторингу, оно, ну желательно, чтобы оно это умело, а не просто анонсировало, что мы можем принимать данные из любого там источника по коннектору, и дальше пусть ваши аналитики мучаются, как написать соответствующие правила обработки, но это отдельная тема, там я бы ее сейчас не хотел обсуждать в рамках своего доклада. Вот, сценарий номер два, это использование локального мини-сока, в этом случае мы теряем централизацией, но у нас по-прежнему остается решенной задачей, во-первых, изолированности, а во-вторых, оперативность анализа и при необходимости реагирования, хотя реагирование в промышленных сетях это тоже еще отдельная тема, насколько мы можем реагировать на те или иные инциденты, особенно в автоматическом либо автоматизированном режиме. Вот, но вот такого рода варианты, они в принципе достаточно неплохие, при условии, что мы имеем возможность собирать данные из локального сегмента, опять же, о чем я уже упомянул, собирать мы можем данные либо в сыром режиме, то есть по сути своей подключиться к спан-порту сетевого оборудования, потому что в разрыв нас никто не пускает, и собирать данные там зеркалированные, либо вариант номер два, собирать некие мета-данные, вот, либо использовать их комбинацию, то есть тем самым я повышаю эффективность анализа, потому что из просто сетевого трафика далеко не всегда можно вытащить все, что надо, без каких-то телодвижений и ухищрений, а с мета-данными я могу более просто выявлять те или иные используемые команды внутри, там, взаимодействия между компонентами технологической площадки. Соответственно, у меня там могут быть совершенно различные коммерческие решения, или это могут быть какие-то опенсорсные решения, там, типа Малькельма, или что-то на базе Зика, или на базе Снарта, и так далее. Таких вариантов существует немало, тем более, что для такого рода опенсорсных решений есть даже в интернете различные обработчики, можно поискать, или рекомендации, как из обычной там системы обнаружения сетевых атак сделать ее ориентированной на технологическую площадку. В этом случае, там, вот один из вариантов, чтобы не вдаваться глубоко в рекламу, решение Малькельм, которое позволяет нам анализировать либо заранее записанный сетевой трафик, там, в виде пикапов, либо передавать данные в реалтайме от Зика, который мы ставим в сети, который, например, через Panport собирает данные из промышленной площадки. И дальше, собственно, мы можем анализировать эти данные, визуализировать их, строить какие-то отчеты, фильтрации, сортировки, искать признаки каких-то вредоносных активностей, насколько сама система из коробки позволяет это делать. Ну и поскольку решение там базируется на опенсорсе и построено на такой достаточно масштабируемой архитектуре на базе контейнеров, то ее можно достаточно неплохо раскатывать по всем площадкам промышленным, которые есть в организации. И поскольку это опенсорс, то у меня и там капиталовложений серьезных нет, но только, может быть, за счет требований по квалификации и фонду оплаты труда специалистов, которые будут заниматься эксплуатацией и мониторингом данной системы. Но еще система, в принципе, укладывается, наверное, в концепцию импортозамещения, если таковая задача стоит перед организацией. Третий сценарий это уже такая более централизованная история, когда мы используем одноправленные фаерволы или, как их называют, датодиоды или инфодиоды. Может быть, не самая популярная история, потому что у самой концепции есть свои нюансы. Далеко не все промышленные протоколы вообще умеют работать в одноправленную историю. Но там, где это возможно, и особенно для передачи телеметрии, почему бы и нет? Потому что в случае с мониторингом нам достаточно действительно передавать данные с промышленной площадки в сторону централизованного SOC-а, и одноправленный фаерволл эту задачу прекрасно решает. То есть он одноправленный не логически, как можно настроить любой фаервол, там или Next Generation фаервол, а он одноправленный физически. То есть его никак нельзя обойти, взломать, использовать софта. То есть у нас данные просто физически передаются в одном направлении. Вот эти данные как раз и представляют из себя телеметрию, собранную либо непосредственно там с ПЛК, либо исполнительных устройств, там или сетевого оборудования, ну либо опять же с какой-то локальной системой мониторинга, которая через одноправленный фаервол подключается через интернет или через бизнес-систему к корпоративному SOC-у. То есть есть как свои преимущества, так очевидны и свои недостатки. Вот как минимум здесь нет функции реагирования. Но там если посмотреть вообще на статистику мировых SOC-ов, то даже если SOC-и заявляют о том, что мы в полный рост используем СААРы и другие средства оркестрации, автоматизации, то 80% случаев они используются только для сбора данных, ну и приведения их к некому удобно читаемому варианту и формату. Но автоматической реакции мало где реализовано, но слишком много условий, которые могут привести к ложному срабатыванию и блокированию вполне себе легитимного трафика или взаимодействия или технологического процесса, что как раз в последнем случае более критично, чем даже в офисной сети. Ну и наконец четвертый сценарий, который по крайней мере вот мне в моей практике в том числе и в российских и компаниях в СНГ доводилось реализовывать, это так называемый подход, который мы назвали у себя Сибридж, потому что мы изначально его откатали на собственно самой ЦИСКе, когда поглощали те или иные компании небольшие, когда вот эти поглощенные компании изначально не соответствуют требованиям политик безопасности ЦИСКе, но мы должны подключать этих сотрудников к нашей инфраструктуре. То есть мы изначально смотрим на такого рода сегменты удаленные сети как недоверенные и соответственно нам необходимо их соответствующим образом мониторить и защищать от них свою корпоративную сеть, пока мы не унифицируем платформу, там инфраструктуру и систему безопасности в них до наших стандартов. Соответственно вот эта концепция Сибридж как некий мост означает, что мы ставим в разрыв условно в разрыв между промышленной площадкой и корпоративной корпоративным соком некую стойку, она может быть мобильная стойка, которая набита как средствами коммуникаций, например, там 4G либо 5G устройства, либо если есть соответствующие там каналы связи, то подключение к каналам связи, то есть там какой-нибудь рутер стоит в промышленном исполнении, вот, или там соответственно 4G модем или модуль в рутер с функциональностью 4G модема, и дальше эта стойка набита соответственно механизмами защиты и различными инструментами, это фаервол, это система обнаружения вторжений, это анализ флоу, то есть сетевого трафика, сетевых аномалий, это мониторинг DNS, виртуальный сканер безопасности, причем без какого-то активного воздействия на как бы активы промышленной площадки, при необходимости DLP функциональность, один случай только вот встречал, когда на промышленной площадке вдруг понадобилось поставить DLP, хотя на мой взгляд не очень очевидно было применение, но было, соответственно сбор сислогов, ну и конечно задача мониторинга промышленных протоколов, здесь там можно говорить либо опять же заточки какого-нибудь Zika, либо там какой-нибудь Cisco CyberVision, там ESIM, KIX, ну и тому подобное решение, ну и самое главное, что вот эта стойка, она оснащена системой коммуникации, то есть в отличие от направленного фаервола, который использует существующие каналы, в этой стойке изначально предусмотрено, что она работает в автономном режиме, то есть там может быть и блок питания использован, ну в зависимости уже от необходимости, от того, что может быть предоставлено на площадке, на которой необходимо мониторить, то есть по сути своей, это такой мобильный сок, мы у себя его иногда называем мобильным соком, который позволяет там быстро его привести на нужную площадку, подключить к электропитанию, либо подключить к сети интернет, если она есть, либо включить, соответственно, 4G, 5G, прописать правила на фаерволе, чтобы трафик шел по определенным протоколам в определенное время, если это необходимо, только до корпоративного сока, и все, то есть это нечто промежуточное с точки зрения безопасности, с одной стороны, это не полностью изолированная история, с другой стороны, это и не однонаправленный фаервол, то есть здесь возможно двунаправленное взаимодействие, то есть даже реконфигурация чего-то, там какие-то функции реагирования, которые могут быть реализованы вплоть до обновления правил на данной стойке, соответственно, стойка защищена от воздействия, то есть, ну как минимум на уровне физики, там несколько замков для того, чтобы там посторонний не мог в нее влезть, и там в ряде случаев можно оснастить ее скудом для обнаружения попыток вмешательства, и соответственно сигнализация об этом службе безопасности, что кто-то пытается вмешаться в работу этого устройства, и соответственно, в зависимости от площадки, большая она, либо малая, есть разные варианты этого сибриджа, ну или концепция этого сибриджа, потому что это вендор-независимая идея, ее можно набить чем угодно, главное, что она показывает свою эффективность очень неплохо, ну в тех случаях, когда организация с одной стороны перед ней стоит задача безопасности, а с другой стороны она хочет передавать данные из промышленного сока, ой, из промышленной площадки в корпоративный сок, вот такого рода концепция, она позволяет решить. Ну и в заключении последний слайд, как бы некое резюме того, что я сказал, что да, мониторинг промышленных площадок, особенно изолированных площадок, это вещь нетривиальная, хотя в условиях активного подключения этих площадок к интернету таких площадок становится все меньше и меньше, изолированных интернета, но если они все-таки есть, то эта задача сегодня решаемая. Главное как бы решить вопрос с тем, можем ли мы собрать телеметрию в самой промышленной площадке и будет ли это передаваться в корпоративный сок или в отдельный ОТ-шный или АСОТП-шный сок, как его не называй, но это уже тема отдельной дискуссии. Большое спасибо, коллеги. Спасибо большое. Большое спасибо. Один вопрос. Си брич, Си значит циска? Конфиденшал. Ну там мало вариантов, да. Спасибо. Что, коллеги, мы готовы перейти к завершающей дискуссии. В принципе, садитесь поудобнее, она будет в такой произвольной форме. Поговорим про тенденции, поговорим про какие-то лайфхаки, что происходит в области мониторинга промышленных сетей. И я хотел бы попросить, пожалуйста, на пульте поставьте там слайд с Русскодосек. Вы можете вопросы задавать из зала, давать микрофон, писать в боту, либо у нас вот, кто еще не с нами в сообществе Русскодосек, у нас есть сообщество в Телеграм, кто еще не с нами, присоединяйтесь, задавайте вопросы сейчас, оставайтесь с нами потом, в общем, присоединяйтесь к нашему дружному клубу единомышленников. Вот, соответственно, я хотел бы начать с некоторых вопросов, да, вот в части отдельных процессов информационной безопасности, мониторингов промышленности, которые сейчас активно обсуждаются глобально в России, у нас, у заказчиков и вообще в комьюнити в глобальном. В частности, горячая тема является мониторинг и управление уязвимостями в СУТП, в плане, как осуществлять этот мониторинг, как осуществлять приоритизацию уязвимостей, как осуществлять патчинг. Вот, хотелось бы услышать, рассказать, что я вижу с этой точки зрения, услышать, что думают коллеги, и я хотел бы начать, наверное, с Алексея. Алексей, с точки зрения мониторинга управления уязвимостями в СУТП, в чем ты видишь основные тренды, специфика, что нужно делать, что делать не нужно? Ну, не нужно применять, в первую очередь, не нужно применять корпоративные правила патчинга к промышленным площадкам, потому что цена ошибки высока. Хотя все зависит, конечно, от технологической площадки, там, если это какое-нибудь непрерывное производство, это одна тема, и там вот действительно не надо это применять. Если это дискретное производство и цена простоя, может быть, не столь высока, и всегда можно откатить все назад и так далее, там можно попробовать применить те же самые правила, особенно, если за управление патчами вдруг в промышленной площадке будут отвечать те же самые айтишники, потому что бывает так, что именно айтишников на них навешивают тему управления СУТП. Хотя это тоже такая тема дискуссионная, правильно это или неправильно, даже не готов спорить на эту тему, поэтому в первую очередь не применять те же самые правила, потому что, ну, вот цена простая, она может обойтись очень серьезно, поэтому закрывать в первую очередь периметр, тем более, что в отличие от офисной сети число протоколов, число вариантов взаимодействия, информационные потоки, они более предсказуемые, они, скорее всего, не будут постоянно меняться, как в офисной сети, не будет постоянно меняться, там, версии софта, по крайней мере, так часто, как это происходит в обычной офисной сети, поэтому можно более жестко прописать правила на файрволлах, причем на файрволлах, которые там смотрят в интернет, так и на стык с бизнес-системами, с корпоративной сетью, и это позволит там снизить, ну, не то чтобы величину риска, но снизить серьезность того, что у меня внутри промышленной площадки какое-то время будет находиться непропатченная система. Вот, конечно же, смотреть в сторону самих вендаров АСУТП, которые тестируют у себя совместимость там новых патчей со своими решениями только после их рекомендации что-то накатывать, но не забывая про свои собственные регламенты, которые все-таки должны быть для утишного сегмента. Ну и в отдельных случаях технологии виртуального патчинга, им уже там 20 лет в обед, я первые технологии в 98-м году внедрял виртуального патчинга с тех пор в общем-то технологии не сильно ушли далеко вперед, сама концепция не меняется, но попытка блокировать использование уязвимости за счет установки вот такого виртуального патча на сетевом промежуточном устройстве, там либо firewall, либо IPS, либо еще что-то, это достаточно интересная тема, хотя опять же она требует четкой проработки и согласованности этого решения с вендором АСУТП. Вот такие три варианта я бы применял для того, чтобы попытаться решить эту проблему, но именно попытаться, потому что мы все понимаем, что как бы правила игры совершенно другие, последствия другие, вот, и здесь там методом ошибок приходится это тестировать. Спасибо, Алексей. Сергей, есть что добавить? Да, ну, Алексей, на самом деле много уже чего рассказал на этот счет, но я поддерживаю тему с виртуальным патчингом в целом. Из того, что вот там не было сказано, наверное, да, я бы просто акцентировал внимание, что, ну, наверное, там в 80%, ну, ладно, не 80%, ну, в большом количестве, как бы, не знаю, операционок, которые используются в СТП-сегменте, это там какой-нибудь XP, еще что-то, ну, его по-прежнему достаточно много, если не 80%, то, вот, поэтому, когда в технологическом сегменте, там, на машинах стоит XP, тут про управление уязвимостями и про как часто ставить патчи, ну, вообще глупо даже, наверное, говорить, потому что, ну, невозможно это сделать, да, поэтому виртуальный патчинг это одна из тем. Вторая тема, которую я бы хотел добавить, что, наверное, имеет смысл говорить о управлении уязвимостями полноценным, в случае, если у нас пошла какая-то известная атака целенаправленная именно на промышленный сегмент, мы знаем конкретно уже, что нужно поставить, какую уязвимость используют, если как бы на это есть патч. И вот здесь уже другой вопрос, то есть здесь, опять же, мы говорим про сок, вот эта вот задача работы там аналитиков, не знаю, там, threat intelligence системы, еще каких-то систем, понимать, когда действительно нужно делать патч, то есть приоритизировать, тогда уже как бы не будет никаких возможностей, это раз, второе еще, два в смысле, и третье, что я хотел бы добавить еще, что есть, в принципе, технологические окна, они там бывают, ну не знаю, там два, три, четыре раза в год, так или иначе, если, ну это идеалистическая картина, на практике такого практически никогда не бывает, но если этот процесс попытаться внедрить, вот можно какие-то критичные патчи ставить там три-четыре раза в году, ну вот, наверное, такие ключевые отличия, я бы сказал, для СТП. Спасибо, я вообще сторонник приоритизации во всем, в жизни, в частности, в работе, в управлении, как бы в информационной безопасности, вот правильно сказали про приоритизацию, сейчас это активно, не знаю, я ввиду того, что я сконцентрировал на тематике промышленной кибербезопасности, возможно, это обсуждается и глобально, но в частности, промышленной кибербезопасности очень часто, очень активно обсуждается, как же, черт побери, приоритизировать уязвимости, потому что мы сами понимаем, что патчить в СТП, это сложно, это затратно, это опасно, да, и нужно патчить то, что, ну, не патчить нельзя, и как нужно приоритизировать те уязвимости, те устройства, которые патчить, да, и вот существует несколько методик, которые позволяют взвешивать уязвимость, взвешивать там риск этой уязвимости по критичности устройства, по его доступности из внешних сетей, по наличию эксплуатируемой, наличие эксплойта в паблике. И взвешивая вот таким образом уязвимость, часто очень оказывается, что, в общем-то, необязательно патчить контроллер в первую очередь. И очень часто контроллеры, которые insecure by design, которые для того, чтобы взломать, не нужно пользоваться уязвимостью, достаточно открыть руководство администратора, то есть их патчить-то необязательно. Главное запатчить там по правилу Парета основные пограничные устройства, основные счетевые устройства и рабочие станции от того, что действительно опасно. И сейчас появляется ряд, они раньше были, но и сейчас появляются отдельные ресурсы в авторитетных организациях типа CIS, которые публикуют как раз список тех уязвимостей, которые точно доступны в паблике эксплойта. И их нужно патчить в первую очередь, в том числе в технологическом сегменте. Ну, то есть в первую очередь всегда приоритизируйте свои усилия. Ну, тут я с вами соглашусь. С точки зрения, как патчить в АСУТП, я очередной раз хочу обратить внимание на стандарт 62.443. Это сейчас стандарт все-таки номер один в мире по нашей тематике. Он так или иначе начинает связываться с различными национальными, международными стандартами, кросс-кросс-маппинг требований на стандарты. И там существует отдельная версия стандарта 2.3, которая отвечает как раз за патчинг. Как этот патчинг должен быть выстроен на стороне производителя. Если нас смотрят производители и слушают, как этот патчинг должен быть выстроен на стороне сетовнера. То есть, в принципе, изобретать велосипед не нужно. Уже многие хорошие вещи задокументированы. Это вот вторая часть, которую я хотел добавить. Если что-то добавить по этому вопросу, поехали дальше. Коллеги из зала. У нас есть вопрос в чате, но он немножко по другой теме. Я позже к нему вернусь. Следующий вопрос, который очень тесно связан с управлением уязвимостями. Очень часто говорят, что управление уязвимостями без управления активами – это секьюрити-театр. То есть, нельзя управлять уязвимостями, если ты не знаешь все, что ты имеешь. Какие тенденции, какие тренды, какие-то полезные вещи в направлении инвентаризации активов вы можете отметить? Алексей? Ну, как раз вот в области управления активами, мне кажется, в промышленных площадках все гораздо лучше, чем в офисных средах, потому что как раз на промышленных площадках плюс-минус, во-первых, количество устройств, оно по типам ограничено. Там, ну, опять же, все очень сильно зависит, конечно же, но в целом, если очень грубо, это контроллер, исполнительное устройство, там скады сервера, сетевое оборудование, там, ну, какие-нибудь системы для телеметрии, ну и, пожалуй, и все. Плюс-минус. Соответственно, во-первых, по типам все понятно, соответственно, дальше по MAC-адресам в принципе я могу идентифицировать, профилировать устройство и распознать, что это за устройство. И там в современных системах управления сетью, промышленной сетью, существуют уже встроенные механизмы, которые позволяют сразу мне сказать с помощью там системы управления, что вот это там подключается Siemens, а вот это там какой-нибудь Ikagawa, а вот это там еще какой-нибудь вендор, ну, в зависимости от того, насколько у меня зоопарк используется. И даже сказать, какая там платформа задействована вплоть до операционной системы, если это какой-нибудь там HMI используется. Поэтому с этой точки зрения управление активами промышленных площадок, на мой взгляд, сейчас проработано лучше. По крайней мере, я там смотрю на решения разных вендоров, там не только там наши, но и там наших партнеров, и злостных партнеров и так далее. И у всех плюс-минус схожие варианты. То есть все умеют строить карту сети и строить инвентаризационную ведомость того, что есть в сети. В отличие от сети офисной, где там полный зоопарк, и там CMDB, вообще это зачастую, их по 2-3 в организации у разных подразделений. И если там сравнить трафик, ой, там статистику CM, какого-нибудь антивируса, там фаервола, CMDB и какого-нибудь ассет-менеджмента, у всех разная статистика по количеству узлов и типов узлов. А в промышленной площадке, мне кажется, здесь все гораздо проще. Главное, эти решения применять. То есть они есть, и они гораздо более зрелые, чем в сетях офисных. Сергей. Да, ну, основной тренд, наверное, я здесь тоже, Алексей, поддерживаю, согласен, что я в своем докладе, кстати, говорил, что вот если мы возьмем управление IT-активами и даже сансовское исследование, то действительно, вот если брать основные соковские процессы, это, наверное, там одна из самых, ну, сложно сказать, зрелых, наверное, реализованных так или иначе с точки зрения полноты покрытия. При этом, опять же, ну, все-таки это просто банальная инвентаризация. Если мы говорим про, именно, вот, как я говорил, про расширенные там какие-то карточки активов именно для цели реагирования на инциденты, то здесь история, которая должна как-то дополняться, обогащаться из других систем. То есть это кросс-интеграции. Появляются, опять же, у вас в том числе отдельные решения, которые направлены, по сути, в том числе на карту сети, на документацию, схемы процессов и так далее, и так далее. То есть мы начинаем понимать, этот вопрос все больше встает на первых рядах, потому что реагировать на инциденты, устранять уязвимости, ну, нельзя без вот понятной схемы, понятной схемы активов. Я думаю, что и в России, говорю, то есть даже если там есть просто данные в Excel, а они, скорее всего, есть, этого все равно уже, ну, там во многом достаточно, и схемы какие-то тоже есть и так далее. Спасибо. От себя добавлю, что, ну, как бы, я неоднократно делал доклад на тематику управления уязвимостями, управления и обнаружения активов в промышленности, и там есть разные способы. Есть ручной способ, да, там, введения листов различных в Excel, но мы же все понимаем, что это, ну, как бы, все, что не автоматизировано, будет устаревать и будет неактуально, то есть эффективность будет никакая. И сейчас пока еще существует, как сказать, конфликт или противостояние двух методов. Активного метода обнаружения активов и пассивного метода обнаружения активов. Анализ трафика, выявление взаимодействующих устройств между ними, либо активное взаимодействие. Это не то же самое, что сканирование, как говорят те вендоры, которые это умеют делать. Это, типа, нативный язык опроса, соответственно, устройств промышленных, сетевых, через протоколы SSH, через промышленные протоколы, сбор информации о них. Опять же, с учетками, с доступом к устройствам, опять же, все зависит от того, насколько грамотно и качественно реализован этот опрос, да, неправильно реализованный опрос может при определенных обстоятельствах также закерчить эти устройства. Поэтому до сих пор еще это довольно чувствительный вопрос активного сбора информации об активах, но, тем не менее, на рынке решений, которые занимаются визибилити, обнаружение устройств, эта функциональность активно добавляется. Поэтому каждый решает сам, где и какой функционал применять. Ну, в общем, на это стоит обратить внимание. И, в принципе, я готов перейти к следующему вопросу. Довольно горячая тема этого года в кибербезопасности вообще, в безопасности критической инфраструктуры. В частности, это атаки на цепочки, поставок. Это supply chain risk management. У них это импортозамещение. У нас. И после случая SolarWinds, который произошел в начале того года, очередной раз все возбудились и начали активно придумывать меры защиты, писать фреймворки для защиты от этих рисков. Активно активизировался вопрос с предоставлением вендорами software bill of materials, ведомость и программное обеспечение, которое используется при разработке на уровне, в частности, на уровне руководства США. Выпущены были специализированные приказы. А что делается у нас и вообще в России с точки зрения мониторинга атак на цепочке поставок? Что вы видите? Что тут можно посоветовать? Алексей. Ну, если я сейчас начну отвечать, что мы видим, мы сразу попадем под статью. Вот, поэтому я, что мы видим, промолчу. Как бы общая тенденция, на мой взгляд, мы немного отстаем в этом плане. Хотя в стек в части своей нормативки как бы прописал в 239 приказе как раз вопросы безопасной разработки от вендоров, чьи решения используются как минимум на значимых объектах КИИ. Ну, а мы понимаем, что большинство систем значимых, ну, критических, они так или иначе попадают под уровень значимости. А если там вспомнить вчерашнее выступление Елены Борисовны Торбенко на секции про диалог с регулятором, на замечание одного из участников, что у них нет значимых объектов, Елена Борисовна сказала, ну, это пока. Вот, на что можно вспомнить высказывание, приписываемое Дзержинскому, что то, что у вас нет судимости, это не ваша заслуга, а наша недоработка. То же самое касается категорирования незначимых объектов КИИ. Вот, поэтому в стек тоже в этом плане движется, и безопасная разработка, и требования к безопасной разработке у них есть, они достаточно жестко начинают это контролировать, как минимум на уровне вендоров по безопасности. Я думаю, постепенно дойдет дело и до остальных вендоров, по крайней мере, там многие СТПшные вендоры, даже зарубежные, уже сталкиваются с тем, что заказчики от них требуют доказательства того, что и безопасная разработка внедрена, и какие-то подтверждения о сертификации, опять же, там они есть международные. Вот, поэтому тема движется, но она достаточно неподъемная для многих, потому что тут не у всех базовая кибергигиена реализована, а мы хотим от уязвимостей и угроз через цепочку поставок защищаться. Это высший пилотаж и в офисной-то сети, я уж не говорю про промышленную, поэтому, на мой взгляд, пока это благие намерения, но реально мало кто что делает, потому что если мы начнем действительно требовать все то, что требуется даже в международных правилах игры, то у нас вообще не останется вендоров, чьи решения можно внедрять, потому что никто не готов доказывать или предъявлять доказательства, что у них все чисто с точки зрения правил безопасной разработки, ну, потому что мы понимаем, что экономика на одной чаше весов и требования по безопасности на другой, все выбирают экономику. Еще мало кто выбирал безопасность в первую очередь. То есть приоритизация здесь не в пользу безопасности, поэтому, мне кажется, мы еще будем наступать на грабли, и вот вчера там в кулуарах я общался с коллегами, и у многих проскальзывает мысль, что мы ждем большого бабаха. Вот когда бабахнет, вот тогда все задвигаются, начнут что-то делать. А пока не бабахнуло, но мы даже историями-то делимся про колонин пайплайн, а не про какую-то российскую компанию, чей бизнес стал, как минимум офисный бизнес, я уж не говорю про промышленные площадки, из-за атаки. Пока у нас ничего плохого не происходит, мы же прекрасно понимаем, бизнес ничего вкладывать не будет, и менять ничего не будет, и требовать ничего не будет. Сергей, твои мысли? Ну, я бы, наверное, если добавить вот с другой стороны, если посмотреть на эту ситуацию, то есть со стороны именно, со стороны потребителя. То есть здесь с точки зрения потребителя ситуация, наверное, поменялась. Если раньше, наверное, было, ну, некое там безусловное доверие где-то к определенным производителям, потому что там открытых публичных кейсов, ну, там толком не было, то сейчас уже люди понимают, но опять же, если мы в части СТП говорим, что, ну, уже как бы абсолютно доверенного фактора быть не может. Сейчас уже все говорится там про какие-либо технологии, где у нас вообще, в принципе, абсолютного доверия быть не может, неважно, к своим работникам, к пользователям с переходом на удаленку, уже вот различные концепции типа там SACE, SDP и так далее, все больше и больше и больше обсуждаются. То есть вопрос контроля удаленного доступа на любого. Вообще, в принципе, это вопрос хотя бы задумываться о том, какая информация подключает, насколько доверителен файл, который там, не знаю, мы получаем в качестве апдейта или патча и так далее. То есть вот в этом плане движение есть, вот, но вопрос, безусловно, сложный. Опять же, по экономическим причинам все это контролировать невозможно. То есть все равно люди будут, ну, по крайней мере, задумываются. Вот так скажу. Спасибо, Сергей. А я вот, знаешь, что не могу понять, Алексей, я вот тут не был вчера, к сожалению, на форуме. Вообще, в течение форума упоминали термин S-BOM, Software Bill of Materials, что-нибудь? Это же вот просто тема очень горячая. Уже некоторые компании 10 лет, как предоставляют информацию о составе своего софта. Сейчас этот формат, там их порядка трех форматов, по-моему, которые определяют, как писать состав софта, активно продвигается в международном сообществе, в американском. У нас эта тема хоть как-то поднимается? То есть не просто безопасная разработка, не просто сертификация. Мы же все говорим, что в компонентах российских решений по информационной безопасности, и не только по информационной безопасности, по телекому, встречаются компоненты, уязвимые open source и сторонних разработчиков. Как об этом узнать? Вот есть, на Западе есть тенденция. Работают в сторону S-BOM. У нас-то что? Ну, у нас тоже оно работает. При попадании в реестр Минпромторга, либо Минцифры, для того, чтобы считаться отечественным, ты предоставляешь все ведомости используемых компонентов. Но это используется именно для определения твоей отечественности, но не твоей безопасности. Если мы там посмотрим чуть глубже, в сторону спецпроверок и специсследований, там это смотрятся, эти ведомости, с точки зрения безопасности. Но мы помним, что спецпроверки, специсследования не применяются к промышленному оборудованию. Ну, к счастью, наверное, для многих. За исключением, опять же, очень специфических областей. Поэтому про это никто не говорит. Вчера про это точно никто не говорили. И, наверное, классический ответ, как минимум, представителей НКЦКИ, который вчера звучал там раз семь или восемь в той секции, в которую я случайно зашел, было «Читайте нормативку, там все написано». Вот это ответ одного из регуляторов. Второй, пока с этим еще не столкнулся, у них проверок-то с гульки нос в этом полугодии было, они еще не накопили практики. Я думаю, в следующем году появится что-то. Они смогут поделиться своим опытом. Они всегда готовы к открытому диалогу. Если им предложить проверять еще это, они будут рады. Вопрос в том, будем ли мы все рады, если они начнут проверять это? Что я хотел тут отметить, мы же понимаем, что спецпроверки, попадание в реестр – это все довольно статичная, долгоиграющая история. Пока этот продукт попал в реестр, он уже несколько раз после этого обновился, у него в компонентах нашли уязвимости, и пользователь этого не видит, потребитель. Что делает избом, как я понимаю, на Западе? Его задача, чтобы с выпуском каждой нового билда, каждая новая версия, вендор сам выпускает в определенном формате информацию. Потребитель может затягивать эту информацию в свои системы управления уязвимостями, в свои системы управления активами, и видеть, как влияет найденная уязвимость в третьем уровне вложения компоненте, как это у него, в его контроллере, в его системе автоматизации, как это обнаруживается. Это очень динамичный, живой процесс. Это не бюрократия, которая должна быть связана с спецпроверкой. Задача сделать требование, чтобы люди, чтобы вендоры выпускали регулярно софтом в заданном формате такие ведомости. Вот что надо делать. Это правильное направление. К сожалению, нас в этом направлении пока не идут. Ну, слушай, если ты придешь к Виталию Сергеевичу с этой идеей, я думаю, он с радостью ее поддержит, и дальше появится какое-нибудь требование в нормативке раз, и требование к сканерам безопасности 2, которые все будут благополучно реализовывать. Но вопрос, скажет ли тебе отрасль спасибо за закручивание гаек, ну, вопрос непростой. Да, безопасность, но есть нюансы. Я считаю, что приду я к Виталию Сергеевичу, не приду. Виталию Сергеевичу рано или поздно так получается, что мы следуем мировым трендам, но с небольшой задержкой. Взять тот же Майтре, Майтре Атак Фреймворк, тоже как бы не наш фреймворк, вражеский, но так или иначе мы начинаем на основе него строить свои какие-то модели угроз. Он у нас появляется как наша модель угроз, адаптированная, да, не в лучшем виде адаптированная, но тем не менее. Мы придем к тому же самому, когда это дойдет до нас через, я не знаю, через какие каналы коллегам стек доходит то, что сейчас происходит в мире. Если мы видим это в нашем сообществе, я не знаю, на следующий день, почему же коллеги не видят эти тренды, что это действительно правильно, это надо схватывать и надо догонять и перегонять, а не отставать. Ну, слушай, достаточно вспомнить историю с Common Criteria, которую Россия благополучно присоединилась и даже готова была признавать международные выданные сертификаты. Потом мы благополучно эту идею замылили, а потом, ну, чуть ли не официально отказались от признания вообще 15408 в стране, и только Центральный банк в своих документах пытается эту тему двигать, и то, может быть, не очень удачным образом. Поэтому мы, с одной стороны, пошли в русле мировых трендов, потом от них откатились. Смайтер, ну, вот в следующем квартале выйдет новая методика моделирования угроз, и мы посмотрим на то, останутся там техники и тактики в том виде, как это есть сейчас или нет. Я думаю, многих ждут сюрпризы в этой части. Поэтому вот эта попытка двигаться в русле мировых трендов, она очень дорого обходится всем, в том числе регуляторам. Поэтому это такая тема тоже непростая. Хотя она правильная, но мы же всегда идем своим путем, поэтому этот путь может быть извилистым, пока мы решим эту задачу. Да, к вопросам тоже, к мировым трендам приобщения. Мы же знаем, что вот в этом месяце вышло большое количество переведенных ГОСТов по информационной безопасности. Как они там правильно называются? ГОСТ-Р, да? МЭК. И в том числе появился ГОСТ по, теперь ГОСТ на русском языке, 27019, который касается кибербезопасности в топливной энергетической отрасли. По сути, это адаптация 2701 для энергетики и нефтегаза. Опять же, появился дополнительный как бы аргумент, документ для того, чтобы ссылаться в риск-менеджмент программах. Но, как мы знаем, в стек пока никак... Ну, слушайте, вот эти все ГОСТы, которые ты упоминаешь, 27-я серия, их же разрабатывает не ТК-362, не в стек. В стек вообще ни одного ГОСТа вот 27-й серии не разрабатывал, не переводил, не гармонизировал. И вот только там 2701 13-го или 16-го года они получили вдовесок от Росстандарта. То есть это не в стек сделал, а Росстандарт на них навесил, сказал, что в стек теперь вы за него отвечаете. Но в стек изначально говорил, что они не сторонники 27-й серии, поэтому то, что переводит ТК-22 как член как бы 27-го комитета ИСОшного в стеку, в общем-то, все равно. У меня вопрос, зачем они это делают? Ну, слушай, это тоже всегда обсуждалось. Иногда оценивают нормативку по количеству, иногда по качеству. Вот я по качеству не помню ни разу, а по количеству выпущенных документов сплошь и рядом видел KPI. Поэтому вывод делается там. Зачем делает Росстандарт, я понимаю. Ну, то есть чтобы сделать стандарт, да? То есть он кем-то потом используется. То есть они обосновывают, зачем они это делают? Он нужен кому? Он нужен предприятиям для того, чтобы на основе него что-то делать. Ну, то есть есть направление закона и подзаконных актов, а есть ГОСТы, да? То есть они как-то не пересекаются, получается. Любопытно. Сергей, выговорит. У вас свалилось все в регуляторику. Ну, мне кажется, что это на самом деле я, честно говоря, не в курсе, как это все в Америке, да? Это же американские какие-то стандарты. Но опять же... Нет, международно. Международно, да? Пьет, да. Вот. Ну, это же, наверное, вряд ли какая-то обязаловка или прямо обязаловка, потому что в противном случае мы бы видели вот у наших вендоров, которые есть на нашем рынке, ну, мы бы это видели, мы же это тоже не видим такого. А мы сейчас опять говорим о том, что там в стек условно должен либо запретить, либо заставить. Мне кажется, еще просто рынок к этому... Просто это, понимаешь, это путает людей. Вышел ИСО на русский язык, он вышел, он есть. Люди видят его на русском языке, переведенный международный стандарт. Значит, им можно пользоваться? То есть нужно им пользоваться или не нужно им пользоваться? Можно. Такое у нас было... Опять это путает. Это, значит, когда у нас здесь куча альтернатив, вот хочешь, пользуйся этим, а хочешь, делай, как говорит стек. И зачем мне тогда этим... Просто ИСО он больше про управление, наверное, да, про менеджмент, что-то такое теоретическое. Мне казалось, как подойти... Наши регуляторы тоже про управление. Нет, ну, встек вполне про конкретные меры защиты говорит, а тут немножко уровень абстракции другой. Понятно. Ну, в общем, скатилось все к нашему отставанию, но ладно, я думаю, что будем оптимистами, стакан наполовину полон, чем пуст. Перейдем от этой темы, у меня есть еще вопросик по части процессов автоматизации реагирования и насколько она автоматизация допустима. Начинает чаще возникать тема СУАРа, в том числе в технологическом сегменте. Пока спорно возникает, не с конкретными решениями. Мы слышим возможности интеграции всяких решений, специализированных по мониторингу с СУАРом. На ваш взгляд, насколько допустимо, в каких сценариях... Алексей? А, вот Сергей, давай. А, давай, Сергей, у тебя микрофон. Я готовлю. Я уже привык просто слушать, что не сказал Алексей, чтобы придумать, чем дополнить. Ну, в целом, опять же, у меня там большая часть доклада на этой теме была. Естественно, функция автоматического реагирования, ну, скорее всего, недопустима. Она на самом деле и в IT в редких случаях, да, какие-то сценарии, когда можно какие-то автоматические действия делать. Ну, то есть, там конкретные какие-то плейбуки могут быть на, опять же, какие-то конкретные сегменты. В СТП, наверное, нет, но, опять же, вот, та концепция, про которую я сегодня рассказывал, это история с модульностью, это история с каким-то централизованным подходом к защите, к обеспечению безопасности. И там вот ИРП, это, да, это как некий, ну, наверное, можно говорить о том, что это некое связующее звено, так или иначе, чтобы процесс все-таки построить, ну, в едином ключе. вот, но с точки зрения именно автоматизации действий, то здесь это все равно будет ручное управление. Вот вопрос, можно ли это, ну, или попыток вот интегрировать, ну, не знаю, в какой-то условно общий, это давно про это там говорят, у многих, точнее, у некоторых получилось сделать какой-то некий глобальный ситуационный центр, когда у тебя здесь ИИБ в том числе тоже есть. вот задача вот эта, то есть встроиться именно в процесс глобально туда, получить некий инструмент, по которому можно там проводить какую-то аналитику, поанализировать исторические данные, адаптировать, опять же, те там правила плейбуки, или там правила корреляции с практики ИИБ на СУТП и загнать их, ну, то есть, есть, опять же, проблема кадровая, и, наверное, когда мы говорим вот про автоматизацию и там СУАР, АРП, это больше про то, чтобы, несмотря на то, что знаний по безопасности там нет, чтобы, не знаю, там любой простой диспетчер, который там смотрит, мог какие-то базовые действия сделать, по крайней мере, сократить вот это время до обнаружения или там до начала принятия каких-то действий. Наверное, вот так. Вмешательство человека обязательно. Человек, на текущий момент, вот опять же, как большинство у нас там производственных процессов построено, ну, без человека там, наверное, не обойтись, потому что иначе, ну, последствия могут быть любые. Там мы не про сок будем говорить, не про КИ, а, ну, это вообще не про безопасность будет совсем. Ясно. Алексей? Ну, я здесь сторонник, наверное, нестового подхода. У них очень классно. Все их последние документы разделяют защитные меры на пять таких этапов жизненного цикла любой системы защиты. Это идентификация, это детект, это превент, блок и, соответственно, рекавери. Соответственно, вот если двигаться слева направо, очень хорошо показывается, как перестает работать автоматизация. То есть на этапе идентификации я автоматизацию могу реализовать элементарно. Сбор данных об активах и обогащение этой информации какими-то внешними источниками и получение достаточно там актуальной информации о том, что мне надо защищать. Там на этапе детекта тоже более-менее автоматизация работает с точки зрения того, что у меня происходит в сети, но как только мы переваливаем через Рубикон и идем в сторону блокирования и реагирования, вот там автоматизация перестает работать от слова совсем. Поэтому вот мы сейчас находимся вот в первом, на первых этапах, причем не только Россия, но и весь мир. И в сторону респонса автоматического наверное еще не реализовал никто. И там общение с сарвскими вендорами, они конечно с высоких трибун всегда рассказывают о том, классно они автоматизируют работу соков, но когда ты в кулуарах их спрашиваешь, либо пытаешься поговорить с их заказчиками, те говорят, нет, мы автоматизацию не используем, только там для обогащения, сбора данных, введения карточек, инцидентов и может быть рекомендации как действовать там дежурной смене. Вот и дальше они в ручном режиме что-то сделают, ну или в автоматизированном режиме что-то сделают, поэтому ну когда это совсем космос и никто сегодня даже в офисной сети не готов взять на себя ответственность за автоматическое принятие решения, а уж в промышленной площадке, я думаю, это в обозримом будущем и не произойдет, хотя там, казалось бы, это сделать гораздо проще, потому что более предсказуемые процессы, взаимодействия, информационные потоки, узлы, все гораздо реже меняется, нет той динамичности, что в офисной сети в массе своей и там-то можно было бы автоматизировать многие вещи, но нет, потому что цена ошибки слишком высока. Мы все понимаем, что процесс автоматизации он рискованный, я от себя добавил, что нужно как можно больше добавлять таких возможностей в плане технологий, что технологии должны уметь это делать, должны блокировать на уровне коммутаторов, на уровне фаерволов, на уровне там пам-систем, но во все эти процессы должен встраиваться человек и человек должен решать, какие из этих автоматических возможностей он будет задействовать. И я сторонник последовательного подхода. Можно начинать с малого, получаешь запрос, принимаешь решение, делаешь. Ну то есть возможно просто страшно сразу все автоматизировать, делать это постепенно и с контролем человека, то мы соблюдем этот баланс и автоматизируем, снизим нагрузку на инцидент респондера и соответственно сохраним в безопасности технологические процессы и системы. Ну в общем нужно искать баланс и приоритизация. Слушай, но здесь тоже опять же если вспоминать пресловутого Роба Ли, который активно рассказывает про концепцию активной обороны, там же тоже очень все красиво расписано, что на первом этапе мы должны архитектурно выстроить механизмы защиты и меры защиты это то, что вот как раз США2443 его первая часть активно рассказывает. Затем мы должны выстроить пассивную безопасность, когда поставил антивирус и фаервол один раз настроил, они вроде как пашут и не требуют участия и вот на этом стопорится практически безопасность у большинства. Там по правилу Парета наверное у более чем 80% компаний, потому что на третий этап активной безопасности, где требуется много людей, которые начнут реагировать на те сигналы, которые им шлют средства защиты, на это ресурсов не хватает ни у кого. И в итоге получается, что вроде как и можно было бы, но нет людей, которые готовы нажать кнопку на сигнал из того же самого там асутопешного сока, что а вот я зафиксировал аномальную активность, которой здесь быть не должно, предлагаю ее загасить. И асутопешник думает, блин, а я должен же разобраться, что это, а я не хочу разбираться, поэтому мне не нужна такая функциональность. Ну и все превращается как обычно. Поэтому пассивная безопасность, наше все, я думаю, еще на долгие годы. К сожалению. С этим сложно поспорить, да, как бы это первое, что надо сделать. Ну мы же понимаем, что автоматизация призвана снять нагрузку с оператора, да, когда, как бы, у него много нагрузки, а много нагрузки обычно у больших компаний, у малых компаний, у малых. Не, ну слушай, Антон, ну это же тоже сказки, мы же прекрасно понимаем, что любое средство автоматизации вначале навешивает кучу головной боли на администратора, там оператора и там весь состав, который будет заниматься IT, либо СУТП, либо безопасностью, и только потом, если это средство автоматизации научится правильно использовать, внедрять и применять, вот тогда появится некий положительный эффект от этой самой автоматизации. Это как внедряя средства электронного документа оборота, количество бумаги обычно растает в четыре раза. Вот здесь ровно то же самое. Это как парадокс автоматизации, есть такой парадокс, который говорит, что с увеличением автоматизации влияние человека и участие человека в этом процессе становится наиболее, еще более важным. Да, именно. То есть он не может быть исключен из этого процесса, он больше втягивается в этот процесс. Ну да, увы. Что ж, коллеги, мы уже приближаемся к концу. Может из зала кто-то спросит? Да, вопросы из зала. Тут у нас есть вопросики в чате. Кто-то хочет что-то высказать, возразить, сказать как правильно. Нет, в основном все слушают. Хорошо. А вот Алексей ухмыляется, наверное, хочет что-то добавить. Он все знает. Тут вполне конкретные вопросы, они не совсем связаны с мониторингом, но тоже связаны с кибербезопасностью в СУТП. Вот коллега с ником Ника Покко спрашивает, какие... А, нет, подождите, мне этот вопрос понравился. Сейчас, где-то был вопросик. Вот. Будет ли когда-нибудь российский ЦИС, ну то есть бенчмарки для кибербезопасности в СУТП? Потому как найти независимый стандарт безопасности для того или иного решения промышленности проблематично? То есть существуют ли какие-то ну бенчмарк по требованиям безопасности для СУТП, который должен быть технический? У меня есть кое-что на этот вопрос? Ну, давай послушаем Алексея. Нет, а в смысле будет ли? Так оно есть. Вы приходите в какой-нибудь позитив, и вам за деньги предоставляют примерно вот такого рода стандарт. Ровно так же, как действует ЦИС. Это же мы привыкли, что все харденинг-гайды, которые у ЦИС есть, очень быстро появляются в интернете, а ведь они продаются за деньги. То есть это же документы, которые доступны только по подписке. И там их более сотни, и они регулярно обновляются, но только для подписчиков. А в свободный доступ попадает, ну, хорошо, если десятая часть того, что у них есть. Поэтому у нас тоже есть компании, которые готовы за деньги разрабатывать и поддерживать такого рода стандарты. Но вопрос же, наверное, был, когда у нас появится что-то бесплатное. Под деньги вы пойдите к экспертам, вам напишут такие стандарты. Да, но бесплатного и на Западе-то в общем-то нет. Есть пару примеров бесплатных. Редких, да. Hardening-гайды для Siemens, для General Electric, есть Hardening-гайды для операционных систем Windows, Linux, в этом... Для Windows у нас есть скановал стэковский, запустил, просканировал, он тебе выдал кучу ошибок, которые ты устранил. Ну, да, то есть какие-то опосредованные штуки есть, ими можно пользоваться, но прям конкретно... Вы же понимаете, что все эти бенчмарки должны быть под конкретные решения, под конкретные... Ну, и актуализироваться постоянно. стэк же создала сейчас лабораторию как минимум под Linux, тестирование и выработка рекомендаций. Может быть, следующим шагом они сделают лабораторию под АСУТП, там совместно с вендорами. Здесь же ни один регулятор не в состоянии сделать это в одиночку. Должен... Должна быть участие того же самого вендора АСУТПшного, российского, а у которого должно быть понимание, как защищать свои собственные продукты. Это же не может прийти в стэк и сказать, вы должны защищать вот так. Они там насоветуют. то есть это должно быть участие всех сторон. Сегодня нет желания у всех сторон участвовать, либо желание есть, нет возможности участвовать. Это нормальная практика становления любого рынка. Рынок безопасности АСУТП у нас только на этапе становления, именно российский. Я дополню в целом, что мы, например, недавно делали проект аналогичный. Была задача по харденгу всего, что есть. И там, собственно, за основу, в основе этой истории был ЦИС. Но тоже у ЦИСа было не все. В частности, на некоторые специфические отечественные СУБД и прочие истории. И эту историю мы проходили просто так. Мы берем вендора и вместе с вендором, с производителем вот этот стандарт по сути писали. Да, понятно, что наверное, здесь основная проблема, что у нас нет такого, то есть сообщества какого-то, которое может консолидировано трудиться над какими-то вот такого рода задачами и потом это вот куда-то выложить, ну как у ЦИСа. То есть, наверное, такая проблема. А 362 это не сообщество? Ну, все-таки мы сейчас смотрим, мы говорим про достаточно узкоспециализированные технические стандарты конфигурации. И эта задача на самом деле, ну, она вот, ей нужно прямо очень сильно захотеть заняться, потому что это не история, как там строить процесс реагирования на инциденты условно или уязвимости. Это вполне себе конкретные штуки с там конкретными управляющими командами. Их там может быть, они могут быть разные для разных версий. Ну, то есть, это прямо очень захотеть надо. Вот Русска Досек может этим заняться, например? Да вот, к сожалению, нет. С нашим количеством ресурсов и с нашей вообще сутью нет. Но есть другие сообщества, есть прекрасный клуб безопасности информации в промышленности. Не знаю, коллеги из Норникеля здесь сегодня или нет, но они постоянно ищут какие-то проекты для того, чтобы объединить представителей отрасли, сделать что-то полезное. Как бы идей полно. Вот напишите бенчмарк для определенных систем. Опять же, надо найти согласие среди всех участников и ресурсы. Ну и есть еще очень тонкий момент, о котором все забывают в момент, когда обсуждают эту классную идею. Ведь если это делает там компания как бы ну а-ля интегратор, который по заказу заказчика вырабатывает такой Hardening Guide, она не может выложить его в открытый доступ, потому что за это заплачены деньги заказчика, а заказчик не готов выложить в открытый доступ то, за что он заплатил деньги. Таких заказчиков зрелых ну наверное и нет, почти нет. Может быть и есть исключения, но они скорее подчеркивают правила. То же самое касается любой другой ситуации. То есть это чья-то интеллектуальная собственность, на публикацию которой надо получить согласие. И вот здесь возникают все сложности, которые не позволяют выносить это в паблик. Вот поэтому и были бы наверное такие инициативы, но с точки зрения практической возникает вопрос, если за это заплатили, почему это надо выкладывать в публичный доступ. Там я бы еще дополнил еще важный вопрос. Стандарт это классно, вот, а потом его надо еще внедрить и вот и потом еще проконтролировать, что его внедрили. И вот в IT история как бы с этими стандартами внедрить достаточно тяжело тоже, а в SOTP еще внедрить, там будет много различий, версий, не знаю там в 10 лет отличающиеся друг от друга, а потом еще как-то контролить. Ну, то есть, мне кажется, еще зрелость не такая в этой истории, поэтому потребности особо нет. Мы сейчас учимся SOTP все еще сегментировать от корпоративки фаерволом, ну, условно говоря. Вопрос как бы вот харднинга, он, мне кажется, следующий уровень. Понятно, учимся. Все, кто хочет учиться, присоединяйтесь к нам в сообщество, мы там будем учиться быстрее. Коллеги, ну, мы подходим к концу, у нас осталось три минуты, и я хотел бы, собственно, дать последнее слово каждому из участников пожелания, советы, предостережения. Слушай, а ты так и не спросил вопрос, надо ли делить SOKI. Да, ты знаешь, я не стал его спрашивать, потому что он сегодня неоднократно обсуждался, как бы, это холиварный вопрос, я решил его опустить, мы его продолжим холиварить дальше у нас в сообществе. Напутствие, Алексей? Да, нет у меня, к сожалению, какого-то напутствия, главное не прекращать двигаться вперед, то есть, как говорится, у самурая нет цели, только путь, так и у безопасника. Зачастую нет цели, хотя там представители риск-менеджмента, KPI и так далее меня побьют помидорами, но в целом у безопасника действительно, как таковой цели далеко не всегда нет, есть движение вперед, с целью продвинуться хотя бы на полшашка в деле улучшения безопасности, и здесь главное это дело не бросать. Но, как показывают различные опросы, в том числе и в комьюнити, Русскодосек далеко не все настолько оптимистичны, что в течение долгих лет готовы биться об стену, пытаясь поменять отношение к безопасности. Люди уходят, не всегда им на смену приходят такие же там оптимисты и люди радеющие за профессию, иногда это все выливается дайте больше денег, и я сделаю вам хорошо, а бесплатно делать ничего не буду, ну и мы прекрасно понимаем в каком направлении тогда будет развиваться безопасность. Поэтому надо двигаться вперед и тогда сообща у нас что-то да получится хорошее. Спасибо, Сергей. Звучит как тост. Ой, Сергей, Алексей. Сергей? Ну, наверное, основное, что про путь это очень хорошо. Я думаю, что когда-нибудь, ну, по крайней мере, хочется верить, что поскорее безопасность это станет навыком, как вот мы там работаем с Excel и Word. И вот когда это произойдет, вот все, про что мы сегодня говорили, там, про автоматизацию, автоматические действия, про реагирование, про соки, какие они должны быть, все очень сильно упростится. Но пока этого не происходит, вот я, основное, что сегодня говорил, там, безопасность, вообще, в принципе, это история про компромисс. И когда мы говорим про СУТП, нужно, как бы, наверное, первым идти на какие-то где-то уступки с бизнесом, не знаю, с технологами, со СУТП, чтобы в итоге все равно этот общий уровень безопасности повышать. Наверное, пока что это там единственно правильный путь, тут вопрос вот не бюджетов, а именно договариваться про зоны ответственности, договариваться про какие-то правила игры, особенно вот, когда мы говорим про какую-то историю типа СОКа или так далее. Спасибо большое, Сергей. Ну, от себя добавлю, коллеги, я большой сторонник обмена опытом и знаниями, все-таки как бы наши дискуссии, наши вопросы, наше общение не заканчивается, вот на конференциях. Кто еще не с нами, присоединяйтесь в сообщество, заваливайте каверзными вопросами коллег, нас, в общем, давайте держаться вместе, только обмениваясь опытом и знанием, мы же можем продвигаться. Только без квасного патриотизма, как чатики последние. Ну, слушай, мы сейчас затянем, у нас разные точки зрения у людей есть в чате, и приходится находить баланс интересов. Это отдельная тема модерации нашего сообщества, приходите, вместе поучаствуйте. Спасибо большое, коллеги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова